Тренировочный день коряжемских лыжников значительно увеличился. В этом сезоне они могут оттачивать свое мастерство каждый день вплоть до 21 часа. Открывающиеся с берега красоты. Бонус за упорство и целеустремленность. Отсветили так лучше стало. Раньше темно было, ничего не видно было. Кататься приходится вечером, когда уже темно. И это небезопасно, когда освещения нет. А сейчас все прорассматривается. Спуски, подъемы, каждую емку видно. Трасса рельефная, хорошо отрабатывать на подъемах и уход. Тренируемся с начала сезона, как только снег выпал. И тренируемся каждый день, кроме выходных. Чтобы спланировать и отсыпать территорию, спортсмены приступили к работам еще осенью. Средства на закупку 10 световых опор и кабелей выделила группа Элим. Содействие в решении вопросов оказал спорткомплекс «Олимп». На установку фонарей скинулись всем клубам «Полюс». Подключение опор выполнили специалисты компании «Техсервис». Трасса продолжительностью полтора километра круг. Но если брать вместе с равнинкой до турников туда, до детской спортивной школы, то два с половиной километра будет. Она с рельефом. Есть два подъема, два спуска. В принципе, потренироваться можно. Вот все ребята тренируются и довольны. Теперь в планах сертификация лыжной трассы. Это необходимо, чтобы на соревнованиях была возможность присваивать разряды самым быстрым спортсменам. На Велиде и Вустьянах это сделано, что позволило повысить статус проводимых забегов до всероссийских. Но не только о лыжниках запутятся авторы проекта. Андрей Беляков и Алексей Новинский с прошлого года презентуют проект по благоустройству единой зоны отдыха коряжемцев. Например, в этом году за счет собственных средств и полученной субсидии будет установлен электроподъемник для любителей кататься с горки на ватрушках. Месяца примерно два назад мы уже начали эти работы по подготовке к установке подъемника. В первую очередь нужно было выровнять сам склон, то есть он должен быть идеально ровный для того, чтобы ватрушка при подъеме не отцеплялась от троса. Скажу сразу, что пришлось повозиться. Трактор приезжал и не один раз, но надеюсь, что мы выровняли достаточно хорошо. Общая стоимость проекта по обустройству набережной серьезная – порядка 10 миллионов рублей. Но это не пугает спортсменов и их единомышленников. Реализация идей идет поэтапно. Место под будущую игровую детскую зону и площадку для активной молодежи уже выбрано. Вот в этом месте мы бы хотели сделать скейт-парк. Это для ребят, которые катаются на скейтах, рампы поставить. Здесь детскую площадку, чтобы можно было с детьми прийти погулять, там качельки, песочницы. Ну и, конечно, закольцевать круг, чтобы можно было на роликовых коньках кататься в центре города. Высокий Коряжемский берег привлекал отдыхающих еще во времена строительства комбината. Сегодня историческое место преобразилось. Сюда спешат не только спортсмены. Семьи с детьми находят здесь развлечения и зимой, и летом. Кстати, проект по обустройству скейт-площадки уже готов. Инициативная группа отправила его на всероссийский конкурс в надежде получить президентский грант.